Господь, мы благодарим тебя Когда мы приходим в твое присутствие, это все размножается Не только хлеба и рыбки, которые мальчик мог уделить, чтобы накормить тысячи Ты знаешь, как много сегодня жаждущих сердец Ты знаешь, как много сегодня тех, кто голоден Кому нужна пища и духовная, и физическая То я прошу тебя, накрывай стол Накрывай твоей могущественной рукой Производи свою глубочайшую работу Там, где ее недоставало Я прошу тебя, Боже, о каждом из нас Потому что мы тоже не хотим оставаться прежними Когда мы приходим в твое присутствие, чтобы преображаться И в твой образ, и в твое подобие Чтобы наша жизнь, она всегда была вектором наверх Чтобы туда всегда подниматься и оттуда смотреть на ситуации Оттуда творить историю Оттуда творить мир твой, Боже И я благодарю тебя, что твой мир ты творишь на высотах Я благодарю тебя, что ты позвал нас на эту высоту молитвенной горы Ты позвал нас на высоту святости Ты позвал на высоту посвящения Ты позвал на высоту влияния И все это возможно только с тобой Поэтому, Боже, мы туда отправились по твоему приглашению Чтобы нам не просто занять эту позицию А оттуда транслировать небо на землю Спасибо тебе, драгоценный И пусть наши сердца сейчас будут открыты Для того, чтобы принимать семя нетленного Бога Для того, чтобы нам, живя на этой земле Не остаться без плода Слава тебе за все, что ты делал За все, что ты будешь делать За все твои благословения, которые уже приходили И которые всегда свежие Слава тебе! Слава тебе, Боже! И пусть земля, которая многократно бьет твою живую воду Принесет много плода В твою славу и честь Поэтому мы говорим Славен наш Господь! Славен наш Иисус Христос! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Эй! 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 Слава тебе, родной! Слава тебе, величественный! Слава тебе, могущественный! Слава тебе, спасающий! Мы перед тобой стоим, Боже! Чтобы твое слово, оно могло в нашу жизнь Прийти в полном объеме и с полным результатом И потому мы можем сказать Это моя Библия У тебя есть твоя Библия? Слава Богу! Это моя Библия Я есть то, что в ней сказано, я есть Я имею то, что в ней сказано, я имею Я могу То, что в ней сказано, я могу И теперь Я смело заявляю Мое сознание готово Мое сердце открыто Принять непорочное, неизменное, вечно живое Семя Слово Божьего Это изменит мою жизнь Навсегда 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 Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Присаживаемся в Божьем присутствии Всех хочу поблагодарить, кто молился за поездку Передаю привет из Сибири Принимайте, друзья Благословенный, горячий привет из холодной Сибири Там уже прохладнее, чем здесь, уже снег первый там был Но в любом случае люди там горячие, сердца их жаждущие Почувствовали, да? Вы участвовали вместе с нами? А кто участвовал с нами в Сибири? Есть такие? Слава Богу За тех, кто уже входил в этот поток И пусть Господь благословит, благословит и сейчас нас погрузиться в то, что я там пережила И тема сегодня, которую мы с вами начнем, наверное Я не знаю, сколько она может быть Наверное, на всю жизнь, если говорить про практику Но название такое простое из двух слов Сердце Бога Сердце Бога На всю жизнь, друзья Можно познавать, вычерпывать и не вычерпать Поэтому сколько времени мы будем в этой теме, не знаю Закончу ли за сегодняшний раз Или там еще сколько-то будет в последствии продолжений Но я просто хочу сейчас, пережив то, что я там пережила Во-первых, задать вопрос Есть ли у Бога сердце? Потому что мы как минимум по Его образу, да? Значит, если есть у нас сердце, то и у Него есть сердце А если у Него есть сердце, то какое оно может быть? Вообще, как оно выглядит? Что оно в себя включает? Какие у Него, в принципе, есть желания? И можно ли Его познавать и с Ним соприкасаться уже сейчас? Всех ли Он пускает в свое сердце? Вы знаете, Он сам вмещает всех Но насколько мы вмещаем Его сердце? Насколько мы можем на самом деле пережить Его сердце? И насколько мы можем отреагировать на Его сердце? Вот это уже наш человеческий уровень И то, что я пережила там во время молитвы Я это не транслировала в молитве Я говорила, может быть, какие-то совсем другие вещи Но то, что я чувствовала в этот момент Это был, по-моему, уже предпоследний день Может, даже последний Но, по крайней мере, это было вечернее служение Во время молитвы, когда я вообще не хотела останавливаться Там, в принципе, каждая молитва Не хотелось останавливаться Но было понятно, что это не просто молитвенный семинар Где надо просто молиться, молиться и молиться Это все-таки какие-то другие задачи еще были Но то, что я пережила Когда я вдруг услышала внутри себя вот это слово А кому интересно мое сердце? Вы знаете, меня этот вопрос просто потряс Когда вдруг он стал говорить «А то, что есть в моем сердце, как желание Кто-то хочет об этом знать?» Либо вам хочется просто все свои желания мне рассказать Вам вновь и вновь хочется, чтобы я вникал в ваши дела Я буду вникать, я вас люблю Но мне же нужны зрелые дети Когда ребенок маленький, родители много о нем заботятся И, в принципе, не ждут, чтобы ребенок все понял Что так дорого стоит им этот ребенок От момента вынашивания в очреве От момента рождения Для матери это чего-то очень дорого стоит А момент, когда уже ребенок родился Когда он ночами не спит И родителям не дает Мало ли что-то происходит, а он не спит Все хотят спать, а он не дает И никто об этом потом даже ребенку не вспоминает Ты знаешь, как ты много не давал мне спать? Да потому что понятно, что это не его осознанный выбор Он просто так начинает жить Он к себе привлекает много внимания Со стороны тех, кто о нем заботится И чем больше мы вкладываем в этих детей Тем больше мы их любим Но у них почему-то не такая же отдача, может быть Будет, но позже Попозже, когда они сами становятся родителями Когда они начинают понимать, что это значило Вот тогда у них начинает что-то другое созревать в сердце Слушайте, как же я вам дорого достался А до этого даже вопросом не задавался таким Наоборот, такой, знаете, царек в доме Особенно если он один И все вокруг него И поэтому Господь говорит Да, когда ты младенец, я так много тебе давал А люди говорят Ну раньше все так легко, а что-то сейчас не так легко Да потому что времена меняются И Господь желает, чтобы мы начали понимать Что у него-то тоже сердце есть И в его сердце есть мечты, желания В его сердце есть ожидание сотрудничества с нами Не просто понимание того, что есть Бог, который меня любит Вы знаете, многим надо еще доказать, что Бог его любит Потому что говорят А почему тогда вот это? А почему? Это не претензии такой Немножко подростковый возраст Но Господь говорит А мне так важно Чтобы вы начали со мной сотрудничать в моих целях Например Многие христиане ждут, когда Христос заберет с земли Два часа Ух ты! Ну давайте попросим, чтобы нас забрали с земли Но в свое время Небесный Отец Я благодарю тебя, что мы можем сейчас молиться к тебе Об этой стране И о зрелости народа, живущего на этой земле Потому что нам на самом деле не все равно, что в твоем сердце Нам не все равно, что ты чувствуешь сейчас Нам не все равно, какие у тебя мысли, ожидания от нас Потому что ты так много в нас вкладывал, чтобы сейчас нам не быть эгоистичными Чтобы сейчас нам быть вместе с тобой, сконцентрированными на тебе Боже, я тебя прошу О том, чтобы ты позволил нам сегодня соприкоснуться с твоим сердцем И я благодарна тебе, потому что ты тот, который очень любишь нас Больше, чем мы Потому что ты в нашу жизнь вложил все Самого себя Отдал сына своего Отдал все творение, тобою сотворенное для нашего блага А что мы сделали с этим? Господи, прости нас, людей Прости, Господи, что разорили так много из данного тобой Потому что сами не вкладывали, а только брали За многие годы, когда экология уже теперь истощена По таким многим сферам Даже при твоей щедрости Но смогли истощить ее Своей грубостью, жадностью Прости за это, Господи, землю И жители ее, прости Иисус, мы сейчас заступаемся в ходатайственной молитве За людей, которые сами никогда не каялись пред тобой Никогда не осознавали эту значимость Что мы разоряли тобою данное наследство Мы разоряли эту землю так беспощадно Прости, Господи Мы хотим, как зрелые твои сыновья и дочери Вставать в проломе за эту землю Ходатайствовать и молиться Чтобы ты помиловал Как жителей этой земли, так и саму землю Восстанови и исцели ее Я тебе благодарна за то, что мы Можем стоя перед тобой сказать Боже, вот я Пошли меня И я прошу тебя, Иисус, чтобы милость твоя, которая превозносится над судом Она явилась в нашу жизнь В каждое мгновение бытия Прости, Господь, за эгоизм твоего народа Прости, что думали и думаем о себе больше, чем о том, что в твоем сердце Прости нас за это И мы сейчас стоим, чтобы познать сердце Отца Познать тебя такой, какой ты есть Насколько это возможно Живя на земле, познавать тебя Позволь, Господь, нам в это путешествие Отправляться каждое утро Завершать каждый вечер, а ночью погружаться в твой дух Я прошу тебя, Боже, помоги нам это делать И сейчас благослови наше сердце принимать твое семя Во имя Иисуса Христа Аминь Садимся в Божьем присутствии, друзья Итак, у Бога есть сердце У Него оно масштабное, глубокое, широкое И Он наделил нас отдельными частями своего естества Вложив в наше сердце что-то, что надо развивать Чтобы мы не остались в младенчестве На уровне наших мироощущений На уровне переживания самого Бога Однажды у меня было очень такое мощное переживание Дважды это было Похожих два момента Когда вдруг я оказалась в какой-то атмосфере Где у меня все затрепетало внутри Я говорю, Господи, я где? Он говорит, заходи в мое сердце Вы знаете, мне было шаг не сделать туда У меня все трепетало, каждая клеточка Я говорю, Господи, как туда можно зайти? Он говорит, заходи Но я сюда пускаю не всех Потому что любое неосторожное движение Оно будет мне очень болезненно Я хочу, чтобы сюда заходили с моим страхом С моей святостью С моей любовью И поэтому те, кто жаждут этого Я даю Я снабжаю Я преображаю А потом впускаю И поэтому, если людям только интересно то, что связано с ними С их заботами, с их переживаниями С их ожиданиями То они так и не могут постичь моего сердца Мое сердце преисполнено Всеми богатствами славы Всеми наследственными возможностями Но почему они так и не работают в вашей жизни? Потому что так ваше сердце-то не может расшириться И поэтому говорят, допустим, о том, что нам хочется скорее уйти с этой земли Друзья, когда мы так можем ощущать И на самом деле по-человечески понятно Здесь много переживаний Ситуация усугубляется больше и больше с каждым днём С каждым месяцем С каждым годом Всё, она как-то нас начинает ещё больше и больше прессинговать И поэтому кажется, Господи, ну когда же уже так вытащишь отсюда и всё в свою церковь? И вот в связи с этим я хочу сказать, друзья Самое основное желание Божие какое? Кто знает? Кто может сказать вот так сразу навскидку? Чтобы никто не погиб Но все достигли познания истины А как ты думаешь, если он тебя и меня вытащит отсюда в самое трудное время? А как он исполнит своё желание? Чтобы никто не погиб Чтобы все достигли познания истины А для чего он тебя и меня взращивал? В зрелость водил или вводит до сих пор Чтобы потом так вытащить и сказать А теперь мир погибай весь Я тут себе набрал начаток А целое мне не надо Да ничего подобного Он о целом думает Освящая каждого из нас Приводя нас в зрелость Он хочет через нас спасать людей И когда самая трудная ситуация Неужели надо убегать отсюда? И поэтому я хочу сказать, друзья Да, мы ждём возвращения Иисуса Но мы-то Его приблизим Тогда, когда мы на Его мечту ответим Вот тогда Он нас и заберёт Но пока мы не ответили на Его мечту Не торопись отсюда, не уйдёшь Поэтому Господь сегодня говорит тебе и мне Готов ли ты со мной пройти это поприще? Потому что Когда Исайя увидел Что он сказал Кого мне послать? Кто пойдёт для нас? Представьте Множество людей уже было на земле Тогда во дне Исайи Кто знал Бога? И сам Исайя был из этого числа Но пока не произошло очищения Его и сердца, и уст Его мышление не поменялось Он не мог сказать Вот я, пошли меня Но когда начался процесс в нём Тогда Он сказал Господь Вот я, пошли меня А вопрос звучал ко всем А кого же мне послать? Кто пойдёт для нас? И вот сегодня у Бога такой же вопрос Нам не надо бежать на все ситуации и реагировать Нам надо исполнить своё призвание Ведь в книге жизни написано обо мне Помните, когда Иисус говорил про себя В книге жизни написано обо мне Вот иду исполнить волю Божью И закон твой у меня в сердце Если Иисус так мог сказать Через пророческое слово о нём То есть о каждом из нас записанная книга И Он говорит Кого же мне послать? У тебя уже есть призвание У тебя есть посланничество Но ты так и не хочешь расти Ты так и не хочешь созревать Ты так и не хочешь взять ответственность Ещё за кого-то, да ладно Я сам по себе спасусь Я сам по себе созрею Я сам по себе буду угождать Богу Да нет, друзья, мы все в теле Христа Мы все в теле нужны друг другу И вот тогда, когда мы нужны друг другу И когда мы это осознаём Тогда мы начинаем говорить Боже, что ты хочешь от меня в этом дне Что ты хочешь от меня в грядущих днях Дай мне это понимание задания твоего обо мне Для каждой ситуации И вот это эгоистическое мышление Либо мышление младенческое А ещё это, когда соединено одно с другим Это совсем Совсем печаль Но Господь предлагает нам сегодня Взять эту ответственность В свою жизнь и сказать Господи А я хочу не оставаться младенцем Опознавать твоё отцовское сердце Вы знаете, с чего это начинается? Кто думает, что он знает что-нибудь Вот есть такие, кто думает, что он что-то знает Тот ничего ещё не знает Так, как должно знать Разочарую, может быть, этим текстом Писания Но на самом деле, когда мы чего-то знаем Что мы тогда говорим? А Бог вот это делает, а вот это не делает Мы сразу за Бога всё решаем А вот он мыслит вот так, а он мыслит вот так И тоже за Бога решаем И когда у нас на всё своя правда Когда у нас на всё своя позиция Когда у нас на всё своё мнение И мы всё за Бога уже сказали И он тогда говорит Вообще-то, а у меня-то кто-то спросил? Вы всё за меня уже сказали Но у меня же есть позиция Спросите, что я сейчас делаю на этой земле? Вы знаете, когда люди начинают задавать Богу вопрос А что ты сейчас делаешь? Вот в это непростое время Что ты сейчас делаешь? А Бог говорит Я творю И бедствие, и войну, и мир Я творю Господь, а тогда что мне делать в этом процессе? А тебе нельзя сейчас смотреть Ни направо, ни налево Только на меня И сейчас меня важно слышать Чтобы ты транслировал те молитвы За которыми стоит моя воля И тогда ангелы мои Сразу пойдут по этим дорогам Они будут делать то, что ты будешь транслировать на этой земле И вы знаете, когда я сейчас была Тоже там погружение в один из моментов сессии Я увидела буквально сразу три таких предмета Которые пришли Первый – это был голубь мира Он прилетел, как из ковчега вылетел голубь Да, когда-то И дал знать, что уже с земли сошла вода И вот этот голубь, он прилетел с веточкой масличной Он прилетел, я увидела его быстро, как он опустился И вы знаете, это то, что он предлагает нам сегодня видеть Не то, что мы слышим Не то, что мы видим только Мы видим ситуации и факты А у него есть намерение сейчас уже что-то менять И еще такой свиток спустился Который пока еще запечатан с печатью И жезл власти Вот три предмета, которые спустились с неба И мне сразу пришло понимание Вот сейчас творите мои вердикты на этой земле Сейчас провозглашайте то, что я хочу делать Из власти моей А не из желания просто скорее бы спрятаться Скорее бы все закончилось Творите мою новую историю Творите Я вам даю для этого полномочия Поэтому, друзья, когда мы принимаем эти полномочия Тогда мы начинаем действовать Из сердца Отца Не просто, когда мы смотрим Кто бы это сделал А Господь говорит А для чего я тебя кормил столько лет? Для чего я тебя очищал столько лет? Для чего я тебя питал Своими духовными дарами Возможностями Чтобы сейчас ты сидел Почивал на лаврах И говорил Ох, у меня сколько даров рабочих Так пускай их в оборот Задавай ему вопрос Господи, о чем сейчас? Мне надо встать и ходатайствовать Потому что как часто Господь Творит не тогда, когда мы, знаете Все уже готовы Уже там причесаны Маслом помазаны И теперь уже все пошло Тогда, когда хочется спать Вдруг он раз тебя поднимает Когда хочется, может быть, есть А он говорит Отложи это Сейчас надо вот это сделать И вот тогда, когда мы находимся В его воле Тогда от чего-то мы действительно отказываемся И отказываемся не потому Что я сейчас себя зажимаю В каких-то там возможностях Чтобы, так скажем Быть праведным Друзья, праведный тот Кто в его правде живет Кто в его воле находится Не в своей правде В его правде В этом огромная разница И потому люди Которые живут По каким-то традиционным правилам И думают Что вот эта праведность Потому что я их соблюдаю Печально, друзья Иисус, как ни странно Всегда нарушал субботу Так удивительно Думаешь, Господь А зачем? Почему? Тебе не сделать это было В понедельник? Не сделать, может быть, другой день? Почему именно в субботу? Потому что Он говорил Господин субботы человек А если ты Господин субботы А суббота это значит покой Живи в покое сам всегда Потому что для народа Божьего Остается не суббота Субботство Живи в покое тогда Когда все кругом взрывается Живи в покое тогда Когда люди кричат от ужаса Живи в покое тогда Когда ты видишь Боготворящим Живи в покое И вот тогда Начинают приходить чудеса Но те, которые могут держаться Я ничего не имею против Там людей, кто соблюдают Субботу Это их выбор Я просто сейчас хочу сказать Что у нас есть с вами Большее, чем люди знают Из образа Логических мышлений И потому Кто думает, что он что-то знает Тот ничего еще не знает Так, как должно знать Но кто любит Бога Тому дано знание От него Кто любит Бога Тому дано знание От него А что значит Любить Бога? Давайте, подождите Давайте мы сейчас Не торопитесь отвечать Потому что здесь Очень важно понять Как мы поступаем С тем, кого мы любим С людьми Желаем узнать, что он любит Что ему нравится Проводим время Подарки дарим Кстати, кто-то дарил Подарки Иисусу? Как это выражалось? С любовью, конечно А приглашали вы его на ужин? Слава Богу, что есть такие Кто это делал Кто еще не делал Попробуйте Попробуйте Потому что я уже рассказывала Эту историю Когда человек Отправлялся на миссию И потерял билеты Перед тем, как сесть на самолет И документы Звонит своему пастору Говорит, слушай, не знаю, что делать Он говорит, подожди Сейчас спрошу Потом перезванивает Ему говорит, беги скорее Пока автобус не ушел Со стоянки Там твои документы И билет лежит прямо На полу автобуса Он побежал Находит билет Автобус звонит Откуда ты это знал? Говорит, Иисус со мной Ужинал Я у него спросил Поэтому, друзья Приглашайте его Почаще на ужин Потому что надо ему Еще и место выделить И надо ему право Дать говорить с вами И со мной Каждый раз Когда мы что-то делаем Поймите, он живой С ним надо иметь Живые отношения И когда мы любим Мы хотим с ним Иметь отношения Не знаете, поговорил Быстренько и побежал Потому что так надо А потому что я не могу Без тебя из дома выйти Иисус, ты мне нужен Чтобы ты сейчас пошел со мной Все, что я буду делать Чтобы ты помог мне в этом Потому что любовь Это проводить время Это быть на связи С друг с другом Это слышать Сердце другого Вот это любить Бога Если просто сказать Исполнять заповеди Вы знаете, это немножечко Что-то такое отстраненное Потому что в Новом Завете Почему-то он дал Такие заповеди Которые повыше всего От того, что было ветхом Думаешь, Господи Если там никак не выполнить А это-то как? Он говорит Только живя со мной, дорогой Вот со мной У тебя все получится Вот если ты со мной Слит воедино Тогда и мои желания К тебе переходят Тогда и мое сердце Тебя сопровождает везде Но слейся со мной воедино А для этого надо время Потому что любящим Бога Дано и знание от Него И вы знаете Многие люди задают Мне разные вопросы Особенно там Патологическим каким-то вещам Потому что это, так скажем Распространяется в интернете Буквально вчера у меня был Такой звонок С одним человеком Который мне стал задавать вопросы Я говорю Слушайте Вот если ты будешь В позиции любви Бога Бог сам тебе О себе расскажет И он столько тебе расскажет Что никакие теологи Тебе это не могут сказать Поэтому ты можешь сейчас Застрять просто на одном Из пунктов Писания И все И ты там потонешь Но если ты будешь Любить Бога То он откроет тебе Свое сердце Свое знание Свою глубину Свои возможности И поэтому В сердце Бога Для нас есть место Но если Богу В нашем сердце Место настолько Чтоб все Его естество Заполнило наше Итак, друзья Вы знаете Что могут быть Очень разные Разные ситуации В жизни людей Ну, например За Христом Ходило 12 учеников Которых он избрал Среди них был Петр Горячий И среди них был Иуда Иуда, который Уже в своем сердце Имел в виду Предать Иисуса На каком уровне Это родилось Мы не знаем Но мотивация С которой он Пришел Следовать за Иисусом Она у него Уже была Какая-то Такая немножечко Как, знаете Начаток Не был здоров Скорее всего Почему и привело Его к таким последствиям И сегодня В христианском мире Есть очень разные люди Есть люди Которые пытаются Подсматривать За другими Есть люди Которые пытаются Какие-то козни строить Есть люди Которые благословляют И молятся Есть люди Которые сопереживают И помогают То есть Насколько разные люди Но есть те Которые Может быть И действительно В хорошем своем состоянии И мотива И всего Но иногда Может быть Где-то споткнулся Еще что-то Как с Петром Случилось Петр Который говорит Если все Отрекутся То не я А в результате Может быть Был сразу Об этом сердце Не вмещает В его разных В его разных состояниях Что с моем сердце Не так Что со мной не так Что со мной Он Он передвигает горы, не узнает их и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, столбы ее дрожат, скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распространяет небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисили, Хима и тайники Юга делает великое, неисследимое, чудное, без числа. Вот представляете масштаб Бога, да? Когда мы начинаем говорить о какой-то болезни, думаем, а можешь ты, Господь, эту болезнь исцелить? Это вообще-то как меня видишь-то? Каким-то там, знаете, медбратом, что ли, который может только повязочку наложить? Ты меня как видишь? Я же горы переставляю. Я же хожу по высотам моря, когда оно бушует. Я же звезды зажег, я же солнце поставил. Как ты меня видишь? Почему ты меня так ограничиваешь? Потому что твое сердце вот такое, знаете, как у черепашки. Помните, я когда-то давно говорила про черепаха, про черепаху и про жирафа. У черепахи оно вот с фалангу пальца, а у жирафа 6 килограмм. А зачем ему такое сердце? Да потому что он не питается падалью. У него голова очень высоко. Он там, с верхушек деревьев, и есть свежие побеги. И он оттуда с высоты видит так много. Потому что кровь должна достичь его головы. И сердце надо очень большое, чтобы оно вот так качало, и чтобы нам смотреть туда и оттуда видеть картину. Но что делают черепахи? Они постоянно ползают под ногами жирафа. И говорят, ты зачем туда лезешь? Тебе бы вот сюда. Друзья мои, не слушай им черепах, но и сам не будь ей. Дай Богу расширить твое сердце. Дай расширить. Иначе будешь постоянно питаться тем, что тебе кто сказал что-то. А это все, что упало на землю, это то, что никогда не вырастет. Это то, что никогда не пропитает, потому что это не тот материал, это не тот хлеб. Но то, что Господь предлагает нам, это любить, невзирая на то, кто рядом. Любить, потому что тот, кто не любит, тот, кто ненавидит, не знает Бога. То есть не знает его сердце. Все. Простой вердикт. Не знаешь Бога от того, что ты ненавидишь. И ненавидишь, потому что не знаешь Бога. То есть такая тут взаимосвязь. А когда начинаешь познавать Бога, какой Он, Его-то сердце, оно такое могущественное, оно так много вмещает, разного вмещает, что бы на тебя ни говорили. Вы знаете, к сожалению, сейчас многие пасторы говорят, чтобы нас не смотрели, не слушали, не соприкасались. Зачем они это делают? Не знаю. Ну, это их вопрос. Я сейчас не пойду туда. Я просто хочу сказать, что почему-то им не это движет, для чего-то. Но я хочу сказать, а мы их благословляем. И народ благословляем. Потому что я просто знаю, если Бог накрыл стол, то Он пригласит всех, кого сам захочет. И люди будут есть от этого стола. И будут, да может быть, тайно, неважно. Главное, поели. Главное, на дороге не ослабнут. Главное, дойдут до цели. Распечатают свое призвание. И вот это есть мое сердце и моя мечта. Чтобы людей как можно больше становилось тех, которые хотят Бога, жаждут Бога и преобразуются в Божью красоту и Его масштаб сердца. А то уже, как говорят люди, это их выбор, это их позиция. Поэтому, друзья, не потому что я там всех их называю черепахами. Они выбирают сами, кем быть. А я для себя выбрала быть жирафом. Смотреть туда, где есть самая свежая живая пища. А, что? То есть те же жирафы, да? Спасибо за согласие, Нина Николаевна. Дело в том, что у жирафа очень интересно рождается малыш. Когда он только родился, жирафиха бьет его по ногам. И это так странно. Он начинает опять вставать, она опять его бьет. Опять падает. Третий раз, она опять. Не помню, сколько раз, но несколько раз подряд. Почему? Потому что кругом много хищников. Если сейчас не укрепятся его вот эти ноги, вот эти слабенькие пока еще нервные окончания, суставчики и так далее, то он не сможет за ней быстро бежать. И потому, когда Господь нас начинает формировать для того, чтобы выползти нас на этот уже плацдарм, где так много акул, так много зверья, Он говорит мне, надо, чтобы ты умел быстро бегать. Но бегать в моем направлении. Не убегать от врага, а бежать на врага. То есть наступать, наступать, наступать. И вот это вот состояние наступать, мы можем тогда, когда есть уверенность в Боге. Когда ты понимаешь, что это Он тебя туда позвал, Он тебя туда послал. Потому что есть отцовское сердце и реакция уже сына или дочери на это сердце, с учетом того, что оно расширялось с определенным временем и годами. Не просто сидел годами, ел, 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 ел и отучнел. И теперь не сдвинуться. Говорит, нет, если ты это превращал в практику, то ты не будешь, извините, обрюзглым. Ты будешь действительно тем, у которого мышцы, они сосредоточены в определенном состоянии жизни. Итак, 36 глава Иова. «Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестью, которое ты предпочтел страданию. Бог высок могуществом своим. И кто такой, как Он наставник? Кто укажет Ему путь Его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Вы знаете, как многие люди так говорят? Господь, этого нельзя делать. А вот здесь ты несправедливо поступил, а здесь ты что-то пропустил, а что-то просмотрел. И вот Господь говорит, во-первых, ты никакой выкуп не сможешь за себя отдать. Как бы ни было у тебя в мечтах и желаниях, у меня теперь есть много, чем я могу себя обезопасить. А Господь говорит, нет, не получится. Потому что эти финансы не проходят там по моим критериям. Они просто не проходят. У меня есть сейчас для тебя другое предложение. Потому что здесь вот это слово «берегись, не склоняйся к нечестью, которое ты предпочтел страданию». То есть есть возможность лазеечку какую-то найти. И вот тогда, когда мы пытаемся из Божьей воли выбраться, Он говорит, зачем ты это делаешь? Зачем? Не надо. Может быть, сейчас ты проходишь какие-то трудные моменты, но это расширит тебя. Я даю тебе свое присутствие вот в этих моментах. И вот в этом присутствии тебе надо остаться мне в доверии. Вот Бог велик. Мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо. Он собирает капли воды. Они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра Его? Вот Он распространяет над Ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда Он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скотт также чувствует происходящее. Я в прошлый раз делилась одной историей из архива, еще одна, но это более короткая. Когда были... Мой отец, у него было много братьев, двоюродных, и сам большой семьи рос. Они жили в местности сельской, так можно назвать. И был прислан директор специально в школу, чтобы унижать детей христиан. И это делали, так знаете, публично, это делали, занижая оценки. Ну, это много было такого, знаете, злобы в их адрес. Когда уже мы росли, это еще было советское время, но не было, может быть, такого жесткого подхода. Да, мы чувствовали от некоторых учителей какое-то небрежное отношение, какое-то пренебрежение в глазах других и так далее, но не от всех. И там тоже были единицы, которые как-то все-таки пытались защищать этих ребят, но не унижать как минимум. Но вот на этом этапе директор, который прибыл, он был очень жестким, он очень, так скажем, давал свои какие-то указания и насилие, даже определенное насилие. И вот наступает момент, когда вдруг молния его поражает, и он умирает. И когда он умер, его повезли на кладбище, и у людей были вопросы, а за что, почему, ну какая-то случайность нелепая. И когда прибыли уже на кладбище, молния поражает еще раз, и сгорает, и гроб, и он прям гробу. И стоял, ты слышишь, как он заботится о тебе и обо мне? Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчь саитерной, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет защите моей и заключит мир со мной? Тогда пусть заключит мир со мной. Видите, насколько Бог великодушен. Если ты идешь войной, ну пожалуйста, это твой выбор, но только тебе придется расстаться со всем, что ты считал важным для себя. Но если ты хочешь принять мою позицию, то прими, пока еще есть возможность что-то поменять, прими. И поэтому сегодня Бог обращается к людям разных категорий. Остановитесь на путях тех, которые могут привести к печальным последствиям. Потому что за своих детей я буду стоять. Но своих детей я буду и взвешивать, и проверять. Вот, друзья, надо понять, что Божьи дети имеют Его природу, имеют Его суть, имеют Его ценности внутри себя. И при мудре Соломона она как раз описывает, какой же наш Бог. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигнуть и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах кто исследовал? Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого Твоего Духа? Вот, оказывается, открытый канал и источник. Господь, я хочу познать Твою волю, мне для этого нужна мудрость. Мне для этого нужен страх, Господин, который является стартом, началом мудрости, чтобы мне не расхаживать языком и не судить кого-то, потому что Ты не ставил меня судьей брату или сестре или какой-то конфессии или какой-то церкви, какого-то пастора. Ты не ставил меня судьей, но Ты поставил меня быть судьей своему выбору, своим последствиям, своим мотивам. Вот здесь судите себя, чтобы там быть несудимым с миром. Это то, что нам предлагает Бог сегодня. И поэтому, как только захочешь осудить кого-то, как только кому-то хочешь вердикт наклеить, пойми, что это не Твой удел и не Твое право. Бог взвешивает каждого человека и знает, что Он сегодня через Тебя или меня делает на планете Земля. И поэтому у Него есть Его Отцовское сердце, которое нам предлагает задать Ему вопрос. Господь, а что Ты творишь сегодня? А что Ты хочешь через Меня сегодня делать? И на самом ли деле я там, где Ты меня хочешь видеть? Если там, то утверди с моей стопы. Если там, где Ты меня поставил, чтобы мои руки не опустились, чтобы мой голос не замолчал, чтобы никто не смог меня испугать со своего пути сойти. Потому что вот что важно, друзья, не смотреть по сторонам, а как там остальные, а что они про меня скажут. Да не важно. Мы говорили про сено, солома. Пусть это все останется. Нам надо строить из золота. Нам надо строить из драгоценных камней. Нам надо строить из серебра. Только эти материалы способны выдержать огонь. И потому Господь говорит, не смотри на остальных. Да, Ты, может быть, хочешь поскорее уйти с этой земли, но еще у этой земли есть серьезные задачи, и их надо исполнить. И не без Тебя я хочу это делать. Не без Тебя, а с Тобой. Через Тебя. Через Твои глаза. Через Твое сердце. Через Твою масштабность, которую я хочу в Тебе сформировать. И дальше. Итак, исправились пути живущих на земле. Посмотрите, через то, что мудрость Святого Духа пришла. И так исправились пути живущих на земле. И люди научились тому, что угодно Тебе. И спаслись премудростью. Спаслись премудростью. Итак, друзья, то, что мы уже с вами говорили о возможностях Бога и Его сердце, то я хочу сейчас один только фрагмент взять из 17 главы Иоанна. Вернее, не то, что фрагмент, возьму, вырву оттуда несколько мыслей, но суть такова, чтобы мы сейчас поняли, к чему нас призывает Господь. Дело в том, что когда мы начинаем думать о том, что я единственный и прав во всем, то это уже опасная позиция. Потому что когда мы начинаем соединять то помазание, которое есть у нас друг к друге, мы получаем синергию. Я очень благословлена каждый раз, когда бываю в Ачинске, потому что у них есть свой поток. И когда ты приходишь туда с тем, что есть в тебе, то эти потоки соединяются, и они сразу дают определенный эффект новый по качеству. Потому что это и есть мы нужны друг другу. Независимо от того, где мы живем, независимо от того, как мы себя можем ощущать в данный момент или потом, но когда Бог соединяет что-то уже живое, здоровое, это всегда усиливает, усиливает результат. И поэтому, когда он говорит вот в этой молитве, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня, ты, отчу тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне, мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое». Итак, друзья, когда уже мы взяли какое-то слово от Бога, как откровение, превратили это в практику жизни, то это то, что является ценностью в глазах неба. И молитва Христа о том, чтобы мы могли друг другу быть благословением и переливаться, она первосвященнической молитвой называется. Пропускаю часть. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Когда ты себя чувствуешь очень хорошо в одиночестве, это нормально или нет? А оставаться там всегда? Нет. Поэтому у нас должны быть разные статусы, да? Когда мы можем быть наедине с Богом и переживать Его, и когда мы вместе и переливаемся. И то, и другое значимо в глазах Божьих. Потому что, вы смотрите, Иисус молится о том, чтобы были едины. Не едины разрозненные звезды по небесам, а едины в Нем, едины с Ним. И потому это Его молитва. И, кстати, мы сейчас говорим о сердце Отца. А в чем Его сердце? В том, что я себя чувствую таким, знаете, крефеем в чем-то. Я не знаю, я никого не имею в виду, но, может быть, кто-то так себя чувствовал или чувствует, или, может быть, по экрану люди слышат. Я уже всего достиг сам, а мне никто не нужен. То поймите, друзья, ответ на молитву Христа – это мы с вами. Говорят, а чего эта молитва до сих пор не исполнилась? Да потому что проблема-то не в Нем, а в нас. Потому что единство – это наш выбор. И сегодня многие люди не хотят объединяться. Но это, опять же, их вопрос. Но я свое сердце расширяю до того, что я могу принять разных. А раз я принимаю разных, то я ответ на молитву Христа. Вы понимаете, насколько мы можем продвинуть ответ на молитву Христа с учетом того, что я этот шаг делаю со своей стороны. И мы можем говорить, да еще и те не принимают, и те, и те. Но начни ты сам себя. Начни. Начни что-то делать из того, что можем сделать уже сейчас. Чтобы они были едины, как мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире. Чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их. Потому что они не от мира, как и я не от мира. Кто любит получать откровения? Слава Богу, я тоже в этом числе. Но вы знаете, что откровение, пришедшее с неба, будет иметь противостояние на земле. Я, говорит, дал им Слово Твое, но их возненавидели. Вот и получается, ты остаешься тогда в выборе опять либо получать откровение и быть гонимым, либо быть со всеми, но в мире. Как будто бы, знаете ли, нет альтернативы больше. И получается, что либо ты будешь стоять на месте и топтаться со всеми, либо тебе Господь говорит, ты действительно хочешь новое, ты действительно хочешь понять, в чем я сейчас двигаюсь и где я сейчас нахожусь. Тогда тебе придется какие-то зоны тоже проходить. И эти зоны, которые надо будет проходить, эти зоны, они не из тех, которые комфортны. Еще раз слушайте, я передал им Слово Твое и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Поэтому, когда мы уже размышляем о горням, когда мы уже идем туда, это я сейчас не о том, что есть много разных позиций, потому что к концу времен люди будут выбирать себе учителей, которые бы льстили бы слуху. Я сейчас не об этом. Потому что и на этой почве тоже может быть разноголосица. Но именно получать откровение, которое несет внутри тебя теперь заряд ответственности. Тебе нельзя свернуть с этой дороги. Тебе надо теперь идти до конца. Тебе надо теперь не оглядываться по сторонам, а не думать, а что другие скажут. Тебе важно в этом направлении теперь идти и уже не свернуть. И потому в сердце Отца чтобы мы жаждали откровений. В сердце Отца чтобы мы не испугались откровений. В сердце Отца это изменяться по откровению, который Бог в тебе или во мне начинает производить эту работу. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. То есть таким образом еще одна характеристика времени, в которой мы живем, это кругом зла будет много. И этот народ или там это природа через людей может действовать против нас. Но я, говорит, молюсь уже сейчас, чтобы ты их сохранил от зла. Я очень благодарна Иисусу, что Он уже о нас помолился. Слава Богу! Он знал, что люди, которые вас жаждут откровений, они окажутся в тяжелых ситуациях. Но я, говорит, уже о вас помолился. Освяти их истиной твоей. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Вы знаете, Иисус себя мог посвятить за нас. И Он это сделал. Но насколько мы можем посвятить себя ради Него? Вот этот вопрос остается открытым. Я, говорит, посвятил себя за них. Слава Богу! Не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Вот Иисус еще помолился о нас, когда нас еще не было на земле. По слову тех учеников, которые будут рождаться. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Итак, друзья, посмотрите. Можем ли мы сейчас быть в мире со всеми людьми? Не получается. Потому что я только заговорю о мире, а не к войне. То есть такая ситуация, которую ты не контролируешь, но она есть вокруг нас. Надо ли ждать, пока все друг друга примут, чтобы было единство? Можно не дождаться. Но что нужно делать? Чтобы ответить на этот запрос небес о молитве Христа, самому вмещать остальных. Вот и все. И мы уже в единстве со всеми. Они-то нет, а мы – да. Какой-то странный парадокс получается. Если твое и мое сердце вмещает, то мы уже во Христе, Христос в нас, и Он объял мир весь через нас. А люди, которые могут совершенно по-разному нас видеть, слышать, говорить, это уже не наша проблема. Посмотрите, мы решили в своем сердце ответить на молитву Иисуса. Сказать, а мое сердце расширяет до твоего сердца, чтобы я тебя вместил, потому что мне важно, что чувствуешь ты в своем сердце. Мне это важно. И потому и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, а ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. И я открыл им имя твое, и открою. Да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Итак, друзья, когда мы реально понимаем, что у нас есть огромная необходимость жить в единстве с небом. А жить в единстве с небом – это значит расширять свое сердце. Это значит принимать другого в его гранях, может быть, какого-то несовершенства, какого-то несогласия в твоем сердце с какими-то догмами или еще с чем-то, но иметь в своем сердце вот эту расширенность для принятия Христа в его объемах, его сердце. И когда мы принимаем Христа с его объемом, а он говорит, они во мне, а я в вас, а ты, Отец, во мне, и мы вместе. И мы вот тогда начинаем жить вот этой масштабностью его мысли, масштабностью его влияния, потому что я говорю, Господь, я хочу познать сердце Отца, какое оно. Если кто-то меня сейчас смущает, если кто-то ограничивает меня, то знаете, друзья, это уровень твоего потолка, надо его расширять. Дай право Богу его расширить. И задай ему вопрос, Господь, где я тебе мешаю? И за тебя решил, что это так надо делать. А не спросил у тебя, потому что его-то Отцовское сердце, чтобы никто не погиб, но все достигли познания истины. Все достигли познания истины. А вы знаете, любовь, описанная в 13 главе Коринфянам, можно ли сказать, что это описано сердце Бога? Потому что он есть любовь. А если он есть любовь, то вот в этом как раз пересечении написано, да? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится. Понятно, Бог-то не завидует точно, это о нашем уже сердце. Но в любом случае у него даже это не именуется. И он нам предлагает на человеческих категориях себя проверить. Долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Какой сильный букет. И Бог говорит, вот это мое сердце. Вот это мое сердце. Я так хочу, чтобы мое сердце в тебе нашло отклик вот во всех этих качествах. И поэтому вроде бы мы знаем это слово, конечно знаем. А 13 главу Каринфянам все знают. Но как теперь это познать? В своей жизни это применять? Как раздражение пришло Господь, оказывается, у меня вот здесь не хватило любви, покажи, в чем причина. Как зависть пришла, сразу заговори об этом. Не оправдывай и не говори, да нет, это не зависть. Просто я не могу радоваться успеху другого. Вот и все. Но это не зависть. Зови вещи своими именами. Да что ты меня огорчила, что успех пришел к другому, а не ко мне. И вот это как раз и показывает, Господь, пределы наши сегодняшние. И когда только ты начинаешь радоваться за другого, потому что он не радуется неправде, сорадуется истине, сорадуется Божьей природе в жизни другого, Господь, это же в твоем теле. Кто-то еще получил радость, это и меня касается. Я могу вместе с ним радоваться. Я могу вместе с ним сейчас торжествовать, ведь он же получил какой-то доступ в небеса больше, чем у меня. Значит, если у него получилось, у меня получится. Вот что такое развитие тела Христа. Когда мы друг другу помогаем, подставляем плечо, когда мы выходим из рамок того, что нам привычно, это и есть, друзья, единство в духе, союз в мире и благодать свыше. Вот это все об этом. Поэтому познавать сердце Отца, это сегодня сказать, Господь, насколько я Тебя знаю и насколько я Тебя уже вмещаю, покажи мне. Потому что я знаю какую-то, может быть, маленькую часть, но ты же бездна. Я хочу Тебя вычерпывать. Дай мне познавать сердце Твое. Дай мне узнавать, о чем Ты сейчас мечтаешь, о чем Ты сейчас хочешь, чтобы мы, как Твои дети, руки, ноги, о чем мы сегодня пели, продолжили это дело на земле. Давайте поднимемся. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть сейчас такая необходимость, обращаясь к Тебе, сказать, Боже, вот мое сердце, насколько оно сегодня соответствует черепахе или, может быть, кошке, может быть, кому-то побольше, либо оно уже, жирафа, достигло сердце, а еще больше это сердце Отца. Насколько оно расширено на этом уровне, мы не знаем, как это взвешиваешь ты, как видишь это ты. Но мы точно знаем, что наш Господь, Он нас предназначил на высоты. Он нас предназначил на те глубины, которые мы еще не познавали, там, где сердце Отца бьется в ритме небес. О, Боже! Я прошу Тебя, чтобы нам не быть вот этим заячьим сердцем, которое просто клокочет, а быть тем ритмичным сердцем, которое успевает в Твоем ритме проявлять Тебя на земле, проявлять Твою любовь, проявлять Твое могущество, проявлять Твое великолепие, проявлять Твой масштаб. Господь, научи полезному. Боже, помоги нам ответить на единство с Тобой и на эту молитву. Быть едиными с Твоей любовью, быть едиными с Твоей мудростью, быть едиными в состоянии вмещать разное. И я благодарю Тебя, что когда мы едины и привиты к одному корню, то оттуда мы хотим питаться и оттуда получать то, что будет нас делать непоколебимыми. На высоты Твои подставляя наши ноги, укрепляя нас на этих высотах, расширяя шаг под нашими ногами. Я очень благодарна Тебе. Я благодарна Тебе за малое и большое. Я благодарна Тебе за то, кем Ты нас уже соделал, кем Ты нас видел от старта веков. Почему Ты дал нам родиться именно в этот сезон? Ты знаешь. Поэтому Ты формировал нас через века. Ты формировал нас через труд предыдущих поколений. Ты дал нам войти в их жатву. Я благодарю Тебя за это, Боже. Они сели, а мы пожинаем сегодня. Я благодарю Тебя, что мы вместе можем радоваться, когда мы предстоим пред Тобою. Потому что Ты показал, что это прям разные сезоны человечества. Но все под Твоей главой обмещается. и объединяется. А тем более, когда мы живем в одном сезоне. Поэтому я Тебя прошу, Господь, благослови нас расширенным сердцем. Хочу познать сердце Отца. Познать сердце Отца. Прости, когда мы за Тебя решали и говорили, Бог так не делает. И Он сейчас вот это делает. А у Тебя не спрашивали. Прости за это, Господи. Прости, любимый. Ты делаешь гораздо больше, чем мы можем понять. Поэтому позволь нам, придя к Тебе, сказать, расширяй нас до Твоих масштабов. Дай нам оказаться в сердце Отца так глубоко, чтобы там не поранить Твое сердце, а оттуда увидеть масштаб Твоего величия и желания творить историю. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твои пути, за Твои грани Твоего отцовства. Поэтому соединяй нас, как зрелых сыновей и дочерей, с Твоим сердцем. А те, которые еще задержались в младенчестве, задержались в эгоизме, благослови, Господь, ростом, благослови, развитием, благослови способностью отказаться от того, что бренно и ограничивает. Я благодарю Тебя, Иисус. Пусть в наших сердцах не будет тесно. Как апостол Павел мог сказать, что им в его сердце не было тесно. Но ему в их сердцах было тесно. Поэтому, Боже, благослови нас расширяться до такого масштаба, чтобы никому в нас не было тесно. Иисус, благодарю Тебя, что Ты здесь, чтобы расширять. А мы здесь, чтобы дать согласие на это. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, родной. Потому что Ты в нас, а мы в Тебе, и мы с Тобой одно. А Ты с Отцом одно. Поэтому дай нам отцовство, материнство, являть без искажения в этом мире. Спасибо, драгоценный. За все Тебя благодарю. И передаю Тебе этот мир, город, страну, ситуации, и мир Твой в виде голубя, в виде вердикта и жезла власти постанавливаем на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok